Что такое система безопасности пациентов? Еще в 2016 году специалистами Росздравнадзора были изданы методические рекомендации об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Был запущен пилотный проект по работе с этими, внедрению их в лечебные учреждения. И одним из таких учреждений, конечно, является флагман в нашем Красноярском крае, это Краевая клиническая больница. Как работает процесс идентификации пациентов? Пациент, поступая в клинику, должен быть идентифицирован. И дальше за этой идентификацией проводятся всеми манипуляции, вплоть до выписки пациента. Почему? Потому что, в общем-то, нередки такие риски, как перепутывание. Биологического материала, лабораторных анализов, диагностических уже исследований, результатов, вплоть до того, что перепутывает и область хирургического вмешательства. Мы используем два браслета, которые надеваются на руку пациента, где отмечается фамилия, имя, отчество. С какими проблемами обращаются пациенты? Жалобы, которые поступают в адрес территориального органа Росздравнадзора, их достаточно большое количество. И как раз 40% этих жалоб – это, конечно, на качество оказанной медицинской помощи. На первом месте – это осложнения после хирургических вмешательств. На первом месте. На втором месте стоят жалобы на стоматологов. Третье основное – это на сегодняшний день большое количество обращений, и их, наверное, имеется рост, тенденция к их росту, поступления. Это как раз по качеству лекарственных препаратов и медицинских изделий.